Всем привет! Сегодня я хочу показать вам офигенный способ прогать игры. Давайте рассмотрим вот такую задачу, она перед вами на экране. Петя и Ваня играют в игру, перед игроками лежит одна куча камней. Можно делать три разных хода, можно увеличивать на один, увеличивать на два или увеличивать количество камней в три раза. Стандартная задача с одной кучей. Вы скажете, ничего сложного, задачи с одной кучей я умею решать. Окей, хорошо, давай потренируемся на одной куче. После этого я покажу тебе, как решать вообще любую задачу достаточно красивым, емким кодиком на питоне. Как мы обычно решаем эту задачу руками? Но нам нужно посмотреть, какие значения приводят Петю к победе мгновенно. Типа 55 и больше, это уже все, это уже конец, это выигрыш. А что касается значений 54, 53, 52, мы понимаем, что из них Петя может выиграть за один ход, сделав утроение просто. Нам нужно, по идее, понять все вот эти пограничные значения. Значения, с которых Петя может вот так вот по щелчку пальца выиграть. Нам нужно такие значения, которые с помощью самого агрессивного хода превысят 54. Соответственно, мы решаем вот такое вот неравенство. S умножить на 3 должно быть больше, чем 54. Следовательно, S должно быть больше, чем 54. Делим на 3 и получаем 18. S должно быть больше, чем 18. Соответственно, S должно быть хотя бы 19. Мы выясняем, что от 19 до 54 Петя выигрывает за один ход. В задачах, как правило, спрашивают. Петя сделал неудачный ход, Ваня выиграл первым ходом. Во второй задаче надо выяснить, как Петя может выиграть за два хода. И в третьей задаче нужно выяснить, как Ваня может выиграть за один или за два хода, но не гарантированно за один. Нам для этого полезно определить вот эту вот область, с которой Петя будет выигрывать за один ход. Ну, то есть, ответом на первую задачу было бы, типа, понять, при каких значениях Петя может так тупо сходить, что Ваня сможет утроением сразу выиграть. И мы такие, с какого значения Петя может закинуть Ваню вот в такой диапазон? То есть, какое минимальное значение С, что, например, самый агрессивный ход утроения превысит 19? Ну, мы решаем, соответственно, вот теперь вот такое неравенство. 19 не делится на 3, зато ближайшие 21 делится на 3. Делаем вывод, что С должно быть хотя бы 7. Ну, и, соответственно, на первую задачу ответ будет 7, с которого Петя сделает утроение, получит 21. С которого Ваня сделает утроение, получит 63. И все, конец игры. Понятно, как мы решаем эту задачу, да? Соответственно, второй пункт, это мы должны анализировать что-то там около 19, 18, 17. Искать такие значения, с которых любой Петин ход приводит к тому, что Ваня еще не выигрывает. Какой-то Петин ход приводит к тому, что Ваня еще не выигрывает, но потом Петя выигрывает. Вне зависимости от ходов Ваня и так далее. Достаточно сложно все это запутаться, да? Давайте посмотрим, как мы решали бы эту задачу в Excel. Вот коротко сформулированное условие задачи в Excel. Что мы можем делать? Плюс 1, плюс 2 мы можем умножать на 3 количество камней в кучу. И если количество камней больше 54, мы пришли к победе. Давайте попробуем, как для какого-нибудь стартового значения, оформить формулы, которые показывают 3 возможных хода. Вот у нас есть число 15. Итак, что мы делаем со значением стартовым 15? Давайте запишем формулу. Равно C5 плюс 1. Это означает, что мы как бы из стартового положения, первый Петин ход, сделали плюс 1. Равно C5 плюс 2. Равно C5 умножить на 3. Вот у нас есть как бы 3 первых хода Пети. И мы, соответственно, оформили их в качестве формулы, для того, чтобы потом при копировании оно тоже симпатичненько себя вело. Давайте посмотрим Ване, на какие значения могут быть. Ваня может на каждой из этих трех значений попытаться утроить, чтобы выиграть. Чтобы сделать самый агрессивный ход, самый жесткий ход, который уже сразу утраивает. Соответственно, равняется E5 умножить на 3. Эту формулу можно скопировать и вставить, чтобы она автоматически посчитала 3 значения. И дальше мы настраиваем условное форматирование. Выделяем ячейки Ване. Нажимаем стили. Условное форматирование. Вы не видите, потому что захват окна. Правила выделения ячеек больше. Больше чего? Больше 54. И мы делаем, например, зеленую заливку и темно-зеленый текст. Сразу видно, на каких ходах Ваня выиграет. Давайте сделаем похожее условное форматирование для Пети. Стили. Условное форматирование. Правила выделения ячеек больше, если больше 54, то красная заливка и темно-красный текст. Так мы будем сразу видеть, с каких же значений Петя выиграет сразу с первого хода. Видите, с 19 Петя выигрывает сразу. С 25 Петя выигрывает сразу. Давайте найдем минимальное значение, начиная с которого Петя может сделать дурацкий ход и Ваня выиграет. Вот, соответственно, там значение 7. Мы видим, что Петя может сделать дурацкий ход 21 и Ваня сразу выиграет. Как мы дальше это делали? Дальше мы копировали вот этот вот блок и вставляли его сюда. Соответственно, с какого-то стартового значения. Петя как-то ходил. И, соответственно, мы получали полное рассмотрение всех возможных ходов. У Пети может быть такой ход, второй вариант и третий вариант. Теперь нам нужно только лишь перезаполнить вот эти ячейки в столбце К формулами. Соответственно, чтобы они со стартового значения И5 делали И5 плюс 1. И5 плюс 2. Или, соответственно, И5 умножить на 3. И мы видим сразу остальные столбцы, остальные ячейки. Все автоматически заполняются формулами красивым образом. Для того, чтобы подробно понять, как работает решение через Excel, посмотрите отдельное видео. Вот оно появляется. Соответственно, в чем мысль? Мысль в том, что мы здесь анализируем какие-то варианты стартового значения, типа 5, 10. И у нас есть формулки, которые автоматически считают значение для Пети. Потом автоматически считают значение для Вани. Потом автоматически считают значение для Пети. И мы считаем победой или поражением, ну победой для Пети, мы считаем ситуацию, когда Петя может сделать такой ход, когда Ваня потом делает любой из трех ходов и Петя выигрывает. Например, десятка не подходит, 15 не подходит, вот 16 подходит. Петя может сходить в позицию 18, после этого любой ход Вани приводит Петю к победе. И мы таким образом нашли позицию 16. Это практически то же самое, что мы делали бы руками. Мы понимаем, что 19 и больше это победное значение для Пети. Соответственно, мы понимаем, что если Петя сможет поставить Ваню в проигрышную позицию 18, то дальше любой ход Вани приведет Петю к значениям 19, 20, 54, из которых Петя может выиграть за один ход. Это легко, это мы понимаем. Давай теперь попробуем это все оформить в программу. Скажу сразу, я это решение подсмотрел у одного талантливого 11-классника. Канале «Ботать нужно каждый день, глупый дурачок». Даже название прикольное. Мне оно показалось очень емким, прекрасным и приятным, и я публикую его с разрешения. Поэтому смотрите внимательно. Первым шагом я предлагаю сделать так. Я предлагаю оформить все ходы, которые у нас вообще есть, в виде функции. Функцию назовем, например, «Ходы». В зависимости от некоторого стартового значения «h». Соответственно, что мы можем сделать? Мы можем вернуть все возможные результаты, которые получатся, если на вход взять «h» камней. Какие у нас результаты могут быть? «h» плюс 1 может быть, «h» плюс 2 может быть, и «h» умножить на 3 может быть. Соответственно, то, что возвращается, это список, это массив из трех элементов. Если на вход, например, дать значение 5, ну вот посмотрите, как работает функция «moves» от, например, 5. Запустим и посмотрим. Она возвращает 6, 7, 15. Ну, то есть прекрасно, да? Понятно. У нас все возможные ходы получаются. Следующим шагом я предлагаю оформить функцию, которая будет непосредственно выводить ответ. Рекурсивную функцию. Смотрите. Дев «f» от какого-то значения «h». Если у нас значение, которое нам дали на вход, превышает минимальное необходимое для победы, если «h» превышает 55, ну или больше, чем 54, условие задачи было, соответственно, нам нужно какой-то return типа «все, победа». Давайте назовем это win. Но только win мы будем постоянно путать с Петиной победой, с Ваниной победой. Непонятно. Давайте назовем это конец игры. Все. Конец игры – это «h» больше, чем 54. Иначе, если… Тут хотелось бы написать что-то вроде «если h больше либо равно 19», да, то мы знаем, что Петя выигрывает первым ходом. Return, например, строчку P1, типа «петя выиграл первым ходом». Но давайте не будем забегать вперед паровозом. Мы же что делаем-то? «h» больше либо равно 19. Это что такое? Это мы, по сути, нашли ручками. А сейчас хотим вписать такое условие в программу. Но это глупо. Давайте заставим программу найти это минимальное значение, с которого происходит такая победа. Как понять, что у нас Петя выигрывает первым ходом? Ну, давайте мы заставим нашу функцию саму применить это значение. Вот это вот. Верно ли, что после одного хода мы уже победим? Ну, то есть давайте попробуем применить ходы к h. То есть мы берем и говорим, вот у нас есть какое-то значение h. Мы такие moves от h. Соответственно, давайте для всех х в этом вот списке moves h. Этот список включает в себя все возможные значения, куда можно сходить. И если у нас значение f, примененного к х, равно конец, то есть получается, в чем смысл? Давайте я поясню, как я справа налево эту штуку составил. Еще раз. Ходы от h. Берем все возможные ходы, которые можно сделать из этого значения. Если для всех возможных ходов in moves h, вот for x in moves h, для всех ходов f от x равно end. Если вот это вот верно, да, перебрали для всех возможных x. Если из всеми возможными ходами можно выиграть, ну как-то не так, неправильно, да? Мы же не хотим всеми возможными ходами выиграть. Мы хотим выиграть каким-то одним, хотя бы одним ходом. То есть нам бы хотелось устроить некоторую функцию or. Ну, то есть логично было бы что-нибудь такое написать. Типа, если f от x равно end, для x, равно h, плюс 1. Или f от x равно end, для x, равно h, плюс 2. Или f от x равно end, для x, равно h, умножить на 3. Ну вот этот or мы заменяем командой any. Any. И вот такую вот штуку пишем. Смотрите внимательно. Если хотя бы одна из вот таких вот штук верна для всех x в множестве moves h, moves задает множество из трех возможных ходов. Для всех x перебираем, для всех ходов по сути перебираем. Если хотя бы один ход приводит нас в конец игры, значит это значение, с которого Петя выигрывает за один ход. Давайте я покажу вам, как эта функция работает. Например, давайте заставим ее вывести значение f на 54. Мы же знаем, что такое 54. 54 это Петя выигрывает первым ходом. Давайте заставим ее вывести, например, на 60. Что такое 60? Это конец игры уже, это больше чем 54. Посмотрим на 50. С 50 Петя выигрывает первым ходом, как видите. Давайте посмотрим на, скажем, 30. 30, чем интересно? Петя выигрывает первым ходом. Ну понятно, да? 40, Петя выигрывает первым ходом. Давайте посмотрим на 20. А что? Должно же быть Петя выигрывает первым ходом. Что такое происходит? Она слишком долго считает. Почему она слишком долго считает? Потому что она уходит в рекурсию, в которой ей нужно углубляться и делать три возможных варианта развития событий вот в этом элиф. h не больше чем 54, потому что h равно 20. Она заходит и пытается сделать 21, вот она засчитала, 21, 22 или 60. 60 она сразу понимает, что это end, но она до него не сразу дойдет. Понимаете, какая проблема? Она, получается, делает это 21, 22, 23. Чипа неудобно. У нее рекурсия, получается, запускается от 21. Для 21 она делает то же самое. Запускает 22, 23, 22, 23 и 63. Для 22 она делает то же самое. И, короче, для каждого вызванного значения она делает еще три вызова. Очень глубокая рекурсия. Нам бы как-то сохранять в памяти ответы, которые она получала для разных предыдущих значений. Смотрите, 54 она же получает мгновенно. p1, например, да? Типа, если запустить ее для 54, она получит его p1 для 53. Ну, тоже легко. p1 для 52. Ну, тоже вот очень быстро получает p1. Проблема в том, что если бы она просто 50 значений запустила и проверила, то было бы не так плохо. А она на каждом шаге ветки, три ветки делает. И делает вот эту вот длинную, большую, глубокую рекурсию. В глубокой рекурсии слишком много вызовов. Типа, там, 3 в степени 20, там, 3 в степени 30 вызовов. И она как бы вызывает значения от 54 получает, конечно же, что p1, Петя выиграл первым ходом, но потом забывает, что Петя выиграл первым ходом на этих значениях. Это как бы неприятно. Поэтому давайте сделаем вот такую кэширующую штуку. То есть штуку, запоминающую значения. From functools, import, lru, cache. Что такое lru? Это least recently used. Это, типа, самые недавно использованные. Что такое lru, cache? Это least recently used cache. С английского, если перевести, самые недавно использованные значения кэшируются. Ну, то есть вот такая штука, которая запоминает просто недавно использованное значение. Решает нашу проблему с индукцией. По сути, в чем проблема с рекурсией, с индукцией по сравнению с динамикой? В том, что рекурсия каждый раз вызывает заново те значения, которые она чуть-чуть ранее уже считала. Это как-то глупо. Вот lru, cache решает эту проблему. С одной стороны, мы функционально можем пользоваться рекурсией, как обычно. С другой стороны, можем запоминать недавно использованное значение функции. Нам нужно прямо перед функцией вызвать эту lru, cache. Мы так и сделаем. В скобках нам нужно указать, сколько значений мы будем запоминать последних. Типа, будет ли у нас какое-то ограничение на cache? Нет, не будет. Соответственно, вместо least recently used cache у нас теперь cache, по сути, вообще любой. Не самые недавно использованные мы берем, а все. То есть мы кэшируем все значения. Это я просто поясняю, что эта строчка работает. На самом деле, можно ее просто вызублить. В чем прикол? Прикол в том, что вот она у нас сейчас работала для 55, видите, и выводила там end. Для 54 она выводила p1. А помните, на 20 она у нас тупила, а теперь она у нас не тупит, просто мгновенно работает. Ну, то есть можно воспринимать это просто как пластырь, который мы налепили в первую, в пятую строчку, и теперь прога работает быстрее, потому что она запоминает значения, которые до этого выводила, чтобы рекурсия не углублялась многократно так. Ну, соответственно, в чем прикол? Мы написали некоторые значения, а посмотрите, что она делает для значения типа 18. Она выводит none, потому что наша функция ничего не возвращает для 18. По сути, можем сейчас написать цикл for, от 1 до 100, например, и принтовать значения функции f от i. Давайте, i, f от i, чтобы видно было. Вот она у нас принтует, что она у нас на единичке, двойке, тройке, она не знает, что делать. Начиная с 19, Петя выигрывает первым ходом. p1 происходит, и так происходит вплоть до 54, а потом Петя начинает, все, конец игры. С 55 и дальше у нас уже конец игры. Ну, то есть вот у нас появилась красивая табличка, по сути, да, в которой мы уже понимаем, где Петя выигрывает первым ходом. А давайте просто допишем до конца, что у нас еще происходит. С другой стороны, как Ваня должен выиграть первым ходом? Я хочу сейчас написать какое-то условие, после которого будет ретерн, а Ваня выигрывает первым ходом. То есть v1. Какое условие должно быть, чтобы Ваня выиграл? Это значит, что любой ход Пети проигрышный. Любой ход Пети ведет Ваню к победе. Любой ход Пети ставит Ваню в выигрышную позицию. То есть куда бы сейчас мы ни сходили, давайте то же самое вот с копипастем просто. Все возможные ходы только ведут теперь не в конец, а в позицию, с которой можно выиграть первым ходом. Если все ходы ведут в позицию, с которой можно выиграть первым ходом, вместо Any мы будем использовать All теперь. Типа все возможные значения равны True. То есть во всех случаях, какой бы x из MovesH я не взял, я получаю на выходе P1, то как бы все, это конец. Значит, Ваня выиграет первым ходом. Давайте запустим новую функцию. И увидим, что у нас кроме значений End и кроме значений P1 появилось одно значение 18, где Ваня выиграет первым ходом. Потому что куда бы ни сходил Петя из значения 18, все ходы Пети ведут в позицию P1. А P1 чем интересно, что Ваня оттуда берет и выигрывает. P1 это позиция, с которой Петя выигрывает первым ходом. Это позиция, с которой нужно сделать один ход до победы. Ну вот, соответственно, если все ходы ведут в P1, значит сама эта позиция фиговая для того, кто в ней оказался. Значит, Ваня выигрывает из этой позиции. Петя проигрывает из этой позиции. Иначе, если Any f от x равно V1, если хотя бы один ход приведет нас в V1 для всех x в списке moves h, тогда Петя выигрывает вторым ходом. Если вы немножко решали игры руками, вы понимаете, что это все означает. Мы, по сути, берем и весь этот алгоритм, который у нас в голове до этого жил, выписываем на листочек прям конкретными словами. Если хотя бы один ход ведет в позицию V1, значит именно этот ход Петя и сделает, из которого потом Ваня должен будет сходить куда-то в P1, из которого потом Петя выигрывает своим вторым ходом. Вот победа Пети за два хода. Иначе, если все ходы ведут в P2 или в P1, то получается, что как ты не ходи, соперник точно выиграет за один или за два хода. То есть для всех x in moves h мы перебираем, если значение функции равно P1 или P2, для всех возможных ходов, ну, значит, ты проиграл. Тот, кто стартует, проиграл, а второй игрок выигрывает. Соответственно, мы делаем return V2. То есть Ваня выигрывает за два хода. Все, конец, в общем-то. Давайте запустим теперь нашу функцию и увидим огромную таблицу. End, начиная с 55 и больше. От 54 до 19 Пети выигрывает за один ход. И, соответственно, Ваня выигрывает за один ход на позиции 18. Петя выигрывает за два хода с позиции 16 и 17. И Ваня выигрывает за два хода с позиции 15. Петя выигрывает за два хода также с позиции 6, потому что он может с позиции 6 сделать утроением 18. Типа, изи. Мы просто получили, по сути, полностью расписанную таблицу. Теперь гляньте еще раз на весь код. Он же супер емкий, его же можно вызубрить. Он же всегда будет выглядеть одинаково. По сути, вот этот кусок кода, он у вас одинаковый. Вот сюда нужно прописать условия победы. Return, End и так далее. А вот здесь все выглядит всегда стандартно. Петя выигрывает первым ходом, если хотя бы один ход равен End. Ваня выигрывает первым ходом, если все ходы ведут в P1. Петя выигрывает вторым ходом, если хотя бы один ход ведет в V1. И, наконец, Ваня выигрывает вторым ходом, если все ходы ведут в P2 или в P1. Давайте теперь решим эту же задачу для двух кучек. Вот такая вот игра с двумя кучами камней. Посмотрим на нее. Что мы можем сделать? Мы можем какие-то операции из нее делать странные. За один ход можно добавить один камень или увеличить количество камней в кучу в два раза. То есть наши операции предполагают либо плюс один, либо умножить на два. В начальный момент в первой куче было 12, во второй было S. И мы дальше можем сделать четыре возможных хода. Плюс один к первой куче, плюс один ко второй куче, умножить на два первую кучу, умножить на два вторую кучу. Ой, короче, как-то некрасиво, неприятно, как-то неудобно выглядит, да? Но игра завершается, когда суммарное количество камней не менее 74. В общем-то мы прочитали самые главные условия. Давайте теперь думать, как это запробовать. Нам нужно каким-то образом оформить здесь ходы не как изменение одной кучи, а как изменение двух куч. Давайте в качестве H передавать сразу две кучи. Ну а в самом начале функции moves распакуем H. H, A и B равно H. H это сразу две кучи. Первая куча A, вторая куча B. Соответственно, что мы будем возвращать в список всех возможных пар? Что можно получить, если мы будем применять вот эти операции? Можно первую кучу увеличить на один, вторую оставить. Можно первую кучу оставить, вторую увеличить на один. Можно первую кучу умножить на два, а вторую оставить неизменной. А можно первую кучу оставить неизменной, а вторую умножить на два. Вот все возможные четыре хода, которые у нас есть. Ну и, соответственно, мы возвращаем все четыре хода. x перебирает moves h. Соответственно, x это тоже пара на самом деле. f от x мы в функцию f тоже передаем пару чисел, получается. Значит, теперь у нас не h должно быть больше, чем 54. А по задаче у нас нужно, чтобы не менее 74. Соответственно, во-первых, больше либо равно 74. Во-вторых, h это что? h это на самом деле не число. h это пара чисел. Значит, нам нужно сумму в h, чтобы она превышала 74. Все, тогда это будет конец. Все, больше ничего не меняется. Потому что для двух кучек решение задач абсолютно аналогично, как для одной. Единственное, что у нас изменилось, общее количество возможных ходов. Обратите обязательно внимание на первую и на шестую строчку. Теперь это уже шестая, не пятая строка. А это LRU, кэш, который ускоряет весь процесс. Без него просто не будет достаточно быстро работать. Также обратите внимание на range. Если вызывать range, то с границами range аккуратнее, потому что вы не хотите уйти в бесконечную рекурсию совсем. Например, условно с нуля, если вы стартуете, то умножение на 2 не будет ничего менять. И тогда вы получите очень неприятную ситуацию с бесконечной рекурсией. Потому что она будет пытаться 0 умножить на 2, получит ту же позицию, будет вызывать от той же самой позиции. А вызов рекурсии от того же самого значения, это просто бесконечное углубление в рекурсию. Ну все, запускаем. Только теперь у нас кучки две, поэтому нам вызывать надо не f от i, а f от объекта, который представляет из себя пару кучек. То есть мы создадим объект под названием h, который будет состоять из двух кучек. 12 и i, соответственно. Вот h равно список из 12, i. Ну и мы для каждого i вызовем f от h и посмотрим, что будет. Вот у нас куча значений, из которых уже сумма превышает 74. Вот куча значений, из которых Петя выигрывает за один ход. Вот значение, из которого Петя выигрывает за два хода. Вот значение, из которого Ваня выигрывает за два хода. Ну и, соответственно, вот еще одно значение, из которого Петя тоже выигрывает за два хода. То есть вот глядя на эту полную таблицу, дальше ответ написать задачу уже вообще труда не представляет. Типа на 20-ю задачу ответом будет 30 и 24. На 21-ю задачу, где надо найти значение, из которого Ваня выигрывает за два хода, ответом будет 29. То есть у вас прога просто считает ответ. Понимаете, какой прикол? Это же очень приятно. Вы написали программу, которая, по сути, хранит всю необходимую информацию о том, как вообще работать с этой ядриной задачей. Вот. Вот она. Все. Конец. Вся проба. Пожалуйста. Любите жаловать. А если вам интересно узнать еще таких лайфхаков, каких-то приколов, как быстро, клево решать ЕГЭ и так далее, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Не пропустите следующие видосы. Я хочу сейчас... Например, в следующем видео я хочу рассказать тебе, как расщепить 27-ю задачу на щепки просто, на мельчайшие составляющие с помощью Excel. Ты вообще думал, что 27-ю можно решить с помощью Excel? Не пропусти следующий видос. Подписывайся на канал и чекни еще описание. Там в описании есть какая-то супер крутая информация о том, как получить наш курс бесплатно на май. Просто за репост. Мы вообще просто головой поехали и раздаем бесплатно наши курсы. Просто все. Ты что вообще? Берешь и подписываешься на ЕГЭ бесплатно на месяц. Короче, чекни описание. Там есть подробные условия этой акции. Но акция просто бомбическая. У нас уже там, типа, несколько сотен человек попали в марафон сейчас просто так. И ты тоже можешь. Типа, тебе понравилось, как я объясняю? Давай, залетай, залетай, залетай в марафон бесплатно. Продаю тебе бесплатный марафон. Куда уж дешевле. Дешевле, чем бесплатный? Некуда. Давай, погнали.